здравствуйте с вами снежана всех благодарен за то что вы со мной буду рада вашим подпискам вашим реакциям да и приходите в телеграм смотрим сегодня почему так ужасно сложились ваши отношения если вдруг хотите разобрать их давайте разберем для начала кто мужчина лично обиженный вечный в каком-то безразличие вечно в каком-то бездействие мужчина которые в чувственной сфере то никак не может усмирить себя все всем недоволен кто вы женщина которая очень много думает повешенный да это мозговая деятельность это тогда когда женщина вот она стопе вот сейчас прям бы на стопе много думаете размышляете о дальнейшей жизни что между вами была любовь любовные отношения да мужчина мог проявляться к вам со стороны больше любовника то есть куча удовольствия куча комплиментов обходителен вы самое лучшее пел вам дифирам король чаш он такой он любитель изливаться знаете у него по ораторскому искусству до зашкаливает баллы то есть он превзошел всех он так скажет он такое процитирует так прочитает что все любая женщина прям сразу его это вот между вами были любовные чувства да то есть любовные обожали друг друга безумно что вы его что он вас что сейчас сейчас да вот что то есть либо девочки здесь результат ваших отношений какой-то хотелось бы больше больше нежели любовник больше нежели любовниц то что он хотел от отношений с вами давайте посмотрим что он хотел от отношений своим да ничего девчонки в принципе любовные отношения не более того что вы хотели от отношений вы хотели прям работать и работать над ними да то есть отношения которые были бы 24 на 7 хотели быть всегда с ним вместе. Давайте посмотрим, вместе вы вообще. Нет сейчас вместе. Это пара. Королева жезлов. Нет. Вы не вместе. И вы прекрасно понимаете, что отношения эти очень тяжелые. Если даже, девочки, вы вместе, то не вывозите уже эти отношения. Вас как будто разводят высшие силы. Вас уводят. Вы королева жезлов. Домашняя. Еще карта ведьмы. Нужен очаг. Нужен ведьмак. Нужно тепло. Нужно действие семейное. Семейная жизнь. Красивая. Магнитища. Привлекающая. Опыта, знаний, куча. И король чаш. Который как вода. То прилив, то отлив у него. В принципе, он, да, от вас хотел только яркости вашей. Вы очень огненная штучка. Темпераментная. Скорее всего, да, именно если брать секс, то с вами он такой, что полыхала, наверное, да, крыша накалялась. То есть вы для него такой сексуальный объект, который прям притяжение неземное, блин, вообще отвал башки, скорее всего, точно. Так почему же, да, ужасно так складываются, сложились отношения? В чем причина-то? Потому что пытались девочки друг друга усмирять. Пытались друг друга усмирять. Скорее всего, пытались продавливать, да. Здесь еще говорится об ошибках, да, то есть ошибке. Люди могли не исправлять ошибки, которые, ну, которые допустили. Не было, может быть, работы над ошибками. Над работой, работой над ошибками. Господи, простите меня. Здесь все-таки по силе, да. Здесь один другого продавливал. Либо оба пытались, да, один другому говорил, либо вы ему, он вам, да, говорили, что у вас не так. Каждый пытался подстроить человека под себя. Еще одна из причин, может быть, это то, что у него есть жена, то есть он может быть жена, либо влияние его родственников. То есть мать, сестра, которая могла заменить ему мать и так далее. Вот именно поэтому девочке что-то не сложилось. Также еще из-за его, вот это, знаете, как хлюпик. То есть человек, да, ребенок мог не подрасти мозгами, да, мог обесценивать отношения абсолютно. Не выполнять обещания. То есть такой, знаете, флегматичный человечек. Вот так вот еще. Ну, скорее всего, то, что продавливали друг друга. Каждый греб под себя, никто никого не слушал, да, работы над ошибками не было. И влияние сторонних лиц. То есть либо он женат, и поэтому ему ничего от отношений-то, кроме любовной связи, не надо было. Либо здесь влияние имела его мать, либо близкая какая-то женщина, да, тетя, сестра, неважно. Но кто-то, подруга там какая-то, детская, не знаю, но кто-то имел еще влияние, да, вот на него и, естественно, на эти отношения. Вот так.